Локацию мы поменяли с метра на эту, но здесь, наверное, будет комфортнее. Во-первых, машины часто ездят более шумно, здесь тенек, здесь лучше. И может даже символично, что мы собираемся непосредственно возле патриотики, патриотики на озерах. Наверное, так даже лучше будет. Вот. Собственно говоря, меня зовут Виталий. Я представитель объединенного актива, инвесторов, и вхожу в дирекцию по достройке ЖК Патриотика и Эврика. В том числе Патриотика на озерах, которую также сейчас начинает строить в столице группы. Сегодня мы собрались, я не знаю, все ли в курсе полной истории проблемы или нет, поэтому вкратце расскажу. Так случилось, что в прошлом году Банк Аркада у нас ушел в ликвидацию. За этот год появился управитель, подписан меморандум, согласно которому у нас есть новый, скажем так, застройщик, который помогает, будет помогать нам в составе дирекции достраивать наши жилые комплексы. Меморандум был подписан 7 апреля, то есть уже три месяца как. И согласно меморандуму уже было выполнено ряд требований и ряд условий меморандума. Например, был проведен аудит, например, столица групп взяла под свой контроль полностью объекты строительства Патриотику и Эврику, сейчас оплачивает полностью охрану. Проведены все переговоры с подрядчиками, со всеми абсолютно, по поводу дальнейшего взаимодействия, по поводу реструктуризации долгов и так далее. Сейчас мы подошли к важному этапу выполнения меморандума, это, собственно говоря, формирование графиков, согласно которым будут достраиваться наши жилищные комплексы. В данном случае сегодня собираемся по поводу Патриотики и с инвесторами Патриотики на Озерах также сегодня пообщаемся, потому что в дальнейшем эти два ЖК будут неразрывно связаны, в том числе, потому что, возможно, часть выберет для себя путь переехать на Патриотику, сменить инвестицию. Согласно меморандуму есть такое право сделать это без доплаты. Поэтому сегодня будем разговаривать по этим клубам ЖК, но если есть кто-то, кто приехал в ЖК Эврико, без проблем, тоже можем поговорить сегодня и по этому комплексу. Чтобы не терять время, скажу сразу, на днях были презентованы графики строительства. Согласно пункту 3 меморандума предусмотрено, что компания Столица Групп составляет эти графики, передает их на рассмотрение дирекции, а также громадские организации, одному из подписантов меморандума. И, собственно говоря, у дирекции есть 10 дней для того, чтобы рассмотреть эти графики. В дальнейшем они должны быть подписаны представителями от каждого ЖК, то есть тремя инвесторами. Один от ЖК Эврико, один от Патриотики, один от Патриотики Найзора. Соответственно, в дирекции у нас как раз 3 представителя, они же должны подписывать данные графики. В среду они были презентованы, официально переданы представителям от инвесторов. И сейчас у нас пошел срок на то, чтобы рассмотреть эти графики и либо принять, либо дать свои замечания, подкорректировать, либо принять решение о их неприемлемости. И дальше у нас получается меморандум таким образом теряет свою силу, будет расторгнут, и дальнейшее его выполнение будет невозможным. Поэтому на сегодняшний день, почему, вкратце объясню, почему сейчас подошли к необходимости создания этих графиков. Значит, первое и самое главное. Так как у нас есть новый управитель, ранее это был Аркада, банк Аркада, управитель фонда финансирования строительства. 95% средств, привлеченных на строительство ЖК Патриотика и Эврика, они привлекались как раз по системе фонда финансирования строительства. Вы заключали договор о том, что вы доверитель фонда финансирования строительства. Сейчас управитель поменялся, это финансовая компания Гарант Капитал, и для того, чтобы ей вступить сейчас в полномочия полноценно, стать полноценно управителем ФФБ Патриотика и Эврика, ей нужны сроки. Все документы для этого уже готовы, для того, чтобы стать новым управителем. Сейчас, скажем так, на низком старте подписание окончательного акта приема-передачи документов с ликвидатором банка Аркада. Все документы фактически уже переданы, абсолютно все. Все документы спасены, слава Богу, потому что обычно, как вы знаете, управитель меняется долго, и если бы мы занимались этим год-два, непонятно, что было бы с документами, учитывая, что банк по ликвидации. Сегодняшний день все документы спасены, все документы уже у управителя, те, которые относились к застройщикам, уже у застройщика. Сейчас управителю нужно подписать акт. Вместе с подписанием акта у него возникает обязательство на протяжении пяти дней отправить, разослать уведомления всем доверителям о изменении, собственно говоря, управителя. С этого момента вы получите письма, каждый из вас получит письма на тот адрес, который указан в договоре. Если не тот адрес, у вас он поменялся, тогда вам нужно написать уведомление управителю о смене адреса. Мы выкладывали шаблон этого заявления, можете найти в группе инфо, отправить сейчас такое, и вам на актуальный адрес разошлют эти уведомления. После этого нужно будет подписать доп. соглашение, в котором будут указаны новые сроки, потому что старое неактуально, вводы в эксплуатацию ваших домов. Собственно, для того, чтобы сейчас управитель подписал окончательный акт с ликвидатором банка, для того, чтобы разослал вам письма, нам всем письма, ему нужно знать сроки. Как раз для этого он и запросил от дирекции, которая занимается достройкой патриотики Абрики, запросил сейчас новые сроки по ЖК Патриотика, ЖК Абрика. Это первая причина. Вторая причина. На сегодняшний день у нас возникают обстоятельства, когда уже начинают поступать деньги, которые могут быть направлены на достройку. Я сейчас говорю о продаже, в первую очередь, садиков. Как вы знаете, на Патриотике есть недостроенный садик, на 220 или 280 мест, не помню точно. Значит, на Эврике точно так же есть садик, точно так же недостроенный. Сейчас его дирекция приняла решение продавать частному лицу. Да, это будет платный садик, но за него будут получены деньги, которые пойдут на достройку наших ЖК. Патриотики в том числе. Для того, чтобы знать, как распределять эти средства, нужно понимать, на какие дома, в какие сроки, в каком порядке, в какой очередности и так далее. Дать ответ на этот вопрос могут только графики. Исключительно. Поэтому это вторая причина. С сентября месяца, вот мы сейчас стоим возле Патриотики на озерах, кто здесь первый раз. Вы можете посмотреть, вот зеленый забор, буквально в 150 метрах от нас, это начало ЖК Патриотика на озерах. Вот будет отдел продаж, возле которого мы стоим. Здесь, где мы стоим, тут еще месяц назад была свалка полная, то есть мусор сюда свозили. Сейчас здесь переоборудовали в парковку, здесь сделан офис продаж, где будут продавать квартиры ЖК Патриотика на озерах. Значит, с сентября месяца планируется, что начнутся поступления средств от Патриотики на озерах, от нового ЖК. Соответственно, тоже нужно понимать, как эти средства распределять. Нет смысла, чтобы они просто аккумулировались на счетах и никуда не уходили. Уже в этом году мы можем тратить их на строительство. Поэтому именно для этого сейчас составлялись данные графики, и именно поэтому дирекция решила их составить. Отдельно хочу остановиться на том моменте, что, как вы все помните, последние два месяца мы настаиваем на том, и говорим постоянно о том, что нам необходимо государственное финансирование для того, чтобы ускорить достройку наших объектов. Значит, только путем получения государственного финансирования возможно достроить все наши объекты, включая Эврику, за 3-4, максимум 5 лет. Только так. Иначе мы имеем огромное кассовое разрыво, потому что земельный участок, 176 гектар, он будет застраиваться более 10 лет. Может, чуть меньше, но это достаточно большой горизонт времени. И на протяжении всех этих 10 лет будут поступать средства на достройку наших ЖК Эврики и Патриотики. Как вы знаете, меморандума предусмотрено поступление 10% от застройки Патриотики на озерах. Значит, уже с сентября месяца предполагается начнутся продажи Патриотики на озерах, строительство уже ведется. Да, есть некоторые проблемы, о которых я скажу дополнительно потом, по ходу встречи, по поводу нынешнего состояния строительства Патриотики на озерах. Но оно движется. Бесспорно, оно будет осуществляться, оттуда будут поступать деньги, и объединенный актив в этом полностью убежден и полностью в это верит. Это бесспорно. Значит, поэтому, поэтому, да, мы требовали государственное финансирование в виде возвратной финансовой помощи, будь то кредит льготный, который будет отдаваться как раз от застройки Патриотики на озерах, будь то выкуп квадратных метров. На Эврике их на 2 миллиарда гривен с лишним, больше, чем на 2 миллиарда гривен. У нас есть частка на Добудову, 10% жилых и нежилых площ на Патриотики на озерах, которые мы также можем предложить выкупить государству. Но последние два месяца от государства обратной связи нету по поводу государственного финансирования. Поэтому на сегодняшний день принято следующее решение. Сегодня мы формируем базовый график, потому что по меморандуму у нас условия мы до 22.08 должны сформировать в графике и утвердить. Так предусмотрено меморандум, так оно завязано по срокам после аудита. Сейчас формируем базовый график для ЖК Патриотика, ЖК Эбриха. Это, сразу говорю, пессимистический, скорее, график. Он учитывает все риски, он учитывает все, скажем так, негативные стороны, негативные обстоятельства, которые могут возникнуть. Будто там небыстрое поступление средств, будто там, например, на Патриотике не будет уплотнения, не будут поступать дополнительные средства. Ну вот, все это учитывается. И, в принципе, в реальности он должен быть более оптимистичным, если все будет идти хорошо. К вопросам сейчас, если можно, перейдем. Буквально минутах через пять. Хорошо, я уже вводное слово закончу. Да, время. Да. Значит, поэтому сейчас был сформирован этот график, который был предоставлен на рассмотрение дирекции. Я думаю, вы все уже имели возможность с ним ознакомиться. Я думаю, вы все уже видели по ЖК Патриотика. По ЖК Патриотика, объективно говоря, он, наверное, лучше, если можно так сказать, чем по ЖК Эврика. Но это в связи с тем, что, скажем так, ЖК Патриотика, он в гораздо более высокой степени готовности на сегодняшний день. Объективно. По ЖК Патриотика необходимо полтора миллиарда гривен. По ЖК Эврика четыре с половиной миллиарда гривен. Необходимо на достройку. Несоизмеримые, скажем так, дефициты бюджета. Поэтому есть сочетаться в более быстрые сроки. Более быстрые сроки. Мужчина, можно попросить как-то сохранять спокойствие? У вас будет возможность сейчас задать вопрос без проблем. Не инвестор? Ну, я понял. А что вы тогда сегодня здесь? Можно поинтересоваться? У меня такой вопрос. Вы говорите, мы решили. Мы это кто? Что мы сделаем? Мы вот решили. Что расширили? А, мы решили? Дирекция. Да. Дирекция, я вам отвечаю. Что-что? А, кто входит в дирекцию? Ну, я думаю, здесь все присутствующие знают. Ну, во-первых, это доверители. Во-вторых, это застройщик, управитель, ДСК-фундамент, КМДА в том числе и так далее. Я ответил на ваш вопрос? Нет, давайте так. Давайте так. Ну, так как вы не инвестор, ну, дальше, наверное, вопросы скорее у меня будут к вам. А что вы сегодня здесь делаете? Что вы сегодня здесь делаете? Можно я вас попрошу, пожалуйста? Либо просто стоять молча наблюдать, либо, пожалуйста, отойдите, потому что у нас сейчас на мероприятия, тут чисто инвесторы собрались для решения проблем ЖК Патриотика, Патриотика на озерах. Хорошо? Нет, я вас невежливо посылаю. Я говорю вам, что к данному мероприятию, скорее всего, отношения вы не имеете никакого. Вот и все. Если вам просто хочется поставить, пожалуйста, стойте, у вас есть на это право. Обращайте внимание, продолжайте. Значит, по графикам. Они были в среду презентованы. Это тот базовый сценарий, от которого будем отталкиваться. Опять же, если вы видели, в графе сверху написано сразу же о том, что в случае, если будут какие-то дополнительные источники финансирования, он подлежит немедленной корректировке. Данный график. Поэтому, еще раз, мы не прекращаем в связи с этим графиком, если он будет подписан, мне бы хотелось бы в это верить, в связи с этим графиком мы не прекращаем требовать государственную поддержку. Дальше будем требовать, к минимуму, в связи с тем, что по Патриотике часть домов все-таки хотелось бы ускорить, даже при том оптимистическом сценарии, который есть на сегодня, по сути говоря. По ЖК Эврика тоже мы будем ставить горой, потому что там сроки, конечно, я думаю, вы видели, сдвигаются, сильно сдвигаются, да, без государственного финансирования. Сегодня было заседание дирекции внеочередное. Сегодня мы уже дали много правок, около 30 правок к этим графикам предложений, точнее правок, которые могут быть приняты, могут нет. Сегодня обсуждали эти правки. Большинство из них дирекция приняла, они логичны, и многие из них будут вести к сокращению сроков достройки, как на Патриотике, так и на Эврике. На Патриотике это менее заметно будет на Эврике, это будет, в принципе, мне кажется, существенно заметно. Поэтому на следующей неделе будет уже обновленный вариант графиков. Как только мы его получим, сразу же передадим всем инвесторам, путем той же группы инфо, вы сможете их обновленной графики увидеть. Я думаю, в принципе, у меня, наверное, по вводному слову все. Сейчас, я думаю, будет правильно отвечать на вопросы. Могу отвечать я, может отвечать актив, который тоже сегодня присутствует. Да, прошу познакомиться. Это актив. Те люди, всего нас 50 человек, около 50 человек, те люди, которые целый год занимаются нашей проблемой, которые после того, как банк Аркада, скажем так, ушел в ликвидацию и бросил на произвол судьбы нас с нашими недостроями. Те люди, которые вытаскивали эту ситуацию целый год, круглосуточно, поверьте, чат актива, он не замолкает никогда, и днем, и ночью бросают какие-то идеи. Последние три дня это были вообще бессонные ночи у всех. Вот до поздно и ночи весь актив сидел, думал, каким образом можно оптимизировать эти графики, даже с учетом тех обстоятельств, которые у нас есть, и тех ограниченных средств, на которые мы можем располагать. Все равно есть, куда их улучшать, эти графики. Поэтому от себя благодарю активу за то, что... Да, спасибо вам. Вот, тоже за поддержку. Спасибо всем инвесторам. Целый год, скажем так, у нас был длинный, тяжелый путь. Очень. Много мегамитингов, много событий было, палаточный городок практически год стоял. Много поворотов в этой истории было разных. Поэтому очень классно, что мы все выстояли, очень классно, что мы все выстояли единым фронтом. И если мы продолжим этим единым фронтом, все у нас обязательно получится. Сейчас надо сделать последние шаги для того, чтобы реально запустить строительство. Поэтому есть предложение. Давайте сейчас, наверное, перейдем к блоку вопросов. Я думаю, они все равно есть. У меня предложение. Поднимайте руку, я подойду к вам с микрофоном, вы сможете задать вопрос, чтобы все его слышали. И потом сможем пообщаться. Не стесняйтесь, мы сегодня так, в дружеской атмосфере, без официоза. Хорошо? Сдавайте все вопросы, которые интересуют вас. У нас даже спасибо. Два микрофона будут. Спасибо. А можно... можно озвучить вот эти, потому что, может быть, они сейчас изменились, потому что у нас, например, у нас не предусматриваются. Может быть, что-то изменилось в связи с этим. Да, смотрите, график, который я держу в руках, он тот же, который вы видели в группе, да? По 19-му дому Кадатьской фортеции, да, конкретно? У нас действительно была ошибка в одной из граф, это залы шоколканания робит, общий. Он был указан неправильно, туда была учтена стоимость отделки. Стоимость отделки 14,6, ее у нас уберут. Это стоимость отделки. Сроки, смотрите, тут оно раскидано, тут же нужно смотреть по периодам расхода, да? Как раз в расходах сумма указана правильно, то есть 5 миллионов тратится в 2021 году, 50 миллионов в 22-м, 50 миллионов в 23-м году и 29 миллионов в 24-м году. По поводу 19-го дома, который вместе с 32-м домом попал у нас в 24-й год сдача, да? И дальше сдаются уже у нас в 26-м аж году 33-й, 34-й дом. Захваты вот, скажем так, 33-й, 34-й. По конкретно, давайте, 19-му дому, да? На него действительно нужна большая сумма расхода. По патриотике логика построения графиков была следующая. От наименее затратных домов к наиболее затратным. К наиболее затратным. Здесь есть плюс перед аврикой в том плане, что на патриотике готовы все сети практически, практически все сети. С этим на патриотике нету проблем, поэтому можно себе позволить строить графики в нормальной логике, как это предусмотрено. Строительной, да, логикой. Конкретно по 19-му дому Кадайская фортеция у нас стоимость 119 миллионов плюс 15 миллионов, получается 134 миллиона необходимо на этот дом. По этому критерию он выделяется, конечно, среди остальных домов, но его постарались там не умещать в 25-й и так далее. Вот он попадает в 24-й. Отдельно по поводу... Говорите. 24-й это плохо. Есть дома с меньшим процентом достройки и сдаются в 23-й. Вопрос не в проценте достройки, а вопрос в расходах, в сумме затраты. В сумме затраты. Знаете? Смотрите, по поводу... Я отвечу, наверное, на следующий вопрос, хорошо? Сейчас закончу с этим. По поводу... Я запомнил. Значит, что значит 29 миллионов в 24-м году? Это значит остаток средств. То есть все, что вы видите, например, по другим домам, сразу упредить вопросы. Там где-то 13, 14, 10 миллионов, 18 миллионов. Это все остаток. Это может значить, что дом будет завершен полностью в предыдущем году. То есть по 19-му дому это там 23-й год. Весь остаток это расходы на сдачу дома, расходы на закрытие полностью актов перед подрядчиками и так далее. То есть может такое быть, что сдача от 31-го, там, 12-го, 23-го года, а переходит он на 24-й, на... Ну, весной сдаваться, да? Чисто из-за того, что в зимний период обычно дома не сдают. Опять же, ко всем домам, чтобы все сразу смотрели в графике, понимали, скорее всего, никакие дома перед зимним периодом, непосредственно перед зимним периодом или в зимний период сдавать не будут. То есть то, что вы видите, например, возьмем там 20-й, да, до 20-й дом. В 22-м году он заканчивается, по сути, финансирование. В 23-й год перетекает 10 миллионов гривен. Это значит, что он фактически будет завершен в 22-м году, но люди получат ключи в начале 23-го года. Вот как-то так. Потому что, во-первых, расходы, связанные с отоплением дома, это достаточно большие расходы, как показала практика 16-го, 26-го дома, Аскании Синевир, когда кооператив оплачивал эти расходы. Это, поверьте мне, это очень большие расходы. При том, что люди содержали температуру в доме на минимальном уровне, чисто, чтобы оставалась отделка. Конкретно по 19-му дому это будет значить первый квартал, грубо говоря, 24-го года. Еще встречный вопрос. Если таким образом, то тогда там осталась всего лишь лицевая часть. Какие расходы еще предусматривает этот дом? Там же практически нет. Или просто, чтобы вы понимали, коробка дома стоит не так дороже. Сама коробка, по-моему. Да, она стоит денег, но это даже не 50% стоимости дома. Все, что есть сейчас в Катайской форте, она не остеклена до самого конца. Там есть еще куда стеклить. Там есть часть фасада небольшая. Есть, но его нужно завершать. По поводу того, будут ли его завершать, не факт. Не факт. Может, будут делать заново. Сейчас мы ждем вывод по 23-му дому Синевир, НИИСКО, комплексное обследование дома, который скажет в том числе по 23-му дому, можно ли завершать этот фасад, или же его нужно снимать и делать новый. Ряд специалистов, в том числе подрядчик, говорит о том, что завершать этот фасад нецелесообразно. Он простоял два года под открытым воздействием среды. И то, что не зашито было камнем с конроком, там, где только минвата, оно уже непригодное к эксплуатации. Поэтому его, скорее всего, придется снимать. Сейчас ждем вывод НИИСКО. То, что я вам только что озвучил, это не стопроцентная гарантия, не воспринимайте это как стопроцентная. Возможно, НИИСКО сейчас напишет, что возможно завершать. Возможно, будет так. И возможно, по 19-му дому тоже будет принято решение завершать фасад, тот, который есть. Возможно. Но есть вероятность того, что его придется снимать, делать завтра. Фасад, стоимость фасада, ну, это там около 20 миллионов на дом, например, как Кадатьска Фортете. А по поводу, куда еще тратить деньги, комплектация дома. Ну, то есть, все внутреннее оборудование, и т.п. и подводка сетей под дом, ну, это тоже деньги. Это очень дорого. Даже те же мопы сделать, это дорого. Вот сейчас можете поинтересоваться у вас, как они в прошлом году заходили в кооператив, они просчитывали, сколько им это будет стоить. В начальном этапе тоже казалось, это все просто дешево. Но, чтобы вы понимали, на дом визуально полностью готовый, не только визуально, но полностью готовый дом, да, грубо говоря, который, казалось бы, можно заходить жить, потребовалось огромное количество средств. То есть, в суммарности там будет потрачено миллионов 30 точно, наверное. Он сейчас требует дофинансирования столицы групп. На него будет выделено там 10-15 млн. Его довести до финала и ввести в эксплуатацию в этом году, надеемся. Поэтому, если визуально кажется, что дом, в принципе, готов, то все равно может потребоваться много средств. Таких домов на Патриотике, кстати, очень много. Вот тот же 22-й дом у нас выждется 27-й дом с Бараж, да, они тоже визуально готовы, но количество средств на них тоже, тоже, тоже большое. Поэтому вот так вот. Был вопрос, почему не по строительной логике аркады, если можно отвечать. Почему не по строительной логике аркады? Когда столица начала формировать графики, сразу договорились о том, что по строительной логике аркады это не будет. Не будет. На Эврике это прям в полной мере раскрылось, принцип этот. Я вам приоткрою завесу, да, чтобы вы понимали, на Эврике есть дома, которые полностью готова, коробка дома стеклен, а туда даже не запроектированы сети. Дом находится в последней очереди строительства, и еще две очереди перед ним как бы вот с сетями проблемы, они запроектированы, не проложены и так далее. Почему аркада так делала? То есть это было умышленно для того, чтобы выгнать коробку, продать людям квартиры и умышленно понимая, что не будет достраивать? Не знаю. Можем только догадываться. Вероятно, что так, потому что другого объяснения конкретно по Эврике нет. По патриотике с сетями проблем менее, но все равно строительную логику аркады выдерживать не будут. По одной простой причине, потому что они находятся в достаточно разной степени готовности дома, даже те, которые должны были сдаваться в один месяц, например. Есть такие примеры на патриотике. И они сейчас в разной стадии готовности. И как из этой ситуации выходить? Просто, чтобы мы сами себя не загнали в угол с вот таким вот принципом, чтобы придерживаться той строительной логики. Сейчас было выстроено, мне кажется, по патриотике максимально справедливая, максимально логичная и максимально такая раджировка, которая позволит быстро нам всем достроиться. Даже то, что мы сегодня имеем по патриотике, это еще не финал. В процессе это может быть улучшено. Я верю в то, что это будет улучшено. Если будут быстрее поступления с патриотики на озерах, будут быстрее застраиваться эти участки, значит, будет больше поступлений, больше будет распределения денег. Если, дай бог, дай бог, нас не догонят, скажем так, кредиторские требования того же Неллина, налоговые какие-то обязательства, вексеры, которые заложены у нас в риске, тоже будет хорошо. То есть это все может улучшаться, ухудшаться этот график не будет. То есть хуже, чем здесь прописано по распределению средств по срокам, вот, это исключено практически. Ну, я сейчас у срока. О сроках строительства и о финансировании. Ну, по 19 дому это будет 20... Можно вопрос? Не, сомневаюсь, что оно так будет. Ну, то есть это... Можно как-то сроки сжать на бумаге? Смотрите, думали над этим? Если мы сейчас на бумаге сроки... Да, если... Понимаете? Можно сказать, у вас сроки меньше. Смотрите, их, 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 это в том числе и нас. Мы, ну, и нас, и вас, извините, да. Вот их, это в том числе и нас, знаете? Хорошо, от того, что мы сейчас на бумаге сделаем меньше сроки. Нам станет легче сегодня, но нам станет плохо через год. Потому что инвесторы придут к управителю, управителям запишут те сроки, которые на бумаге здесь, да. И через год станет понятно, что этот оптимистический срок не выдерживается, и возникнут новые какие-то требования, новые волнения и обоснованные, опять же, претензии, почему вы не выдерживаете сроки. А потом никто не будет слышать там договоренность о том, что давайте мы сделаем оптимистические сроки. Потом все вспомнят только то, что подписано. Поэтому сейчас запись есть, но никто не посмотрит. Посмотрят в негативном смысле, потом скажут, почему не выдержаны там оптимистические сроки. А о том, что там кто-то говорил, что это оптимистические графики, мы сейчас нарисовали, может быть хуже. Никто не вспомнил. Поэтому логика столицы групп была в том, чтобы сейчас делать более пессимистические графики. И в части, например, сегодня сидели и разбирали, по какой стоимости продавать квадратные метры, например, на Эврике. Взяли сейчас, скажем так, не говорю пессимистические, но чуть-чуть ниже рынка. Потом оно будет корректироваться. В процессе, как будет выставляться этот дом, таких цен, возможно, нет. Это будет дороже. Но сейчас в графиках заложен реалистично, пессимистичный сценарий развития событий. Поэтому вот так вот. Да, конечно. А микрофон? Добрый вечер. По Турин, 32-й дом. У меня такой вопрос. Есть ли представители Эврик, если мне подпишут вот эти мемороны. Будет ли дальше строительство вообще? Скажем так, для меня... Вопрос звучал следующим образом. Если два представителя подписывают, патриотика, патриотика на озерах, Эврика не подписывает. Графики. Каким образом будут развиваться события? У меня нет ответа на этот вопрос, сразу скажу. Это будет отдельное решение дирекции по этому вопросу. Как инвестор, я бы хотел надеяться, что если патриотика, патриотика на озерах подписывают эти графики, соответственно, финансирование на эти два ЖК будет поступать, будет разморожено. Пока Эврика не подписывает, финансирование замораживается, например, там не поступает. Это, наверное, может было бы правильно. Потому что, ну, финансирование априори не может поступать, потому что целый ЖК не согласился с той логикой, по которой предлагается, чтобы поступали, а иной логики, ну, как бы утвержденной нет. Это раз. Во-вторых, во-вторых, скажем так, возможно, разные сценарии. Здесь многое будет зависеть и от столицы групп, и вот ее видение. Возможно, столица групп, мне бы не хотелось, чтобы так произошло, но посмотрит на это следующим образом, что пока не будет подписано всеми тремя представителями, графики не вступают в силу, меморандум нарушен, поэтому это и есть основанием выходить из меморандума, по сути. Потому что... А? Могут они, могут мы, кому-то... Пострадаем от этого, поверьте мне, только мы, исключительно. А земли мы потом поговорим отдельно. Все о ней говорят, никто не хочет вникать в суд. Поэтому... Ну, смотрите, по поводу Эврики, давайте оставим право определяться это представителю Эврики. Это, наверное, где-то ответственность Людмилы Шевченко в данном плане. Объединенный актив ни в коем случае, я вас уверяю, не оставляет Эврику, я это говорю сейчас на встрече с патриотикой, патриотикой на озерах, не оставляет Эврику на, скажем так, произвол судьбы. Сегодня, опять же, приоткрою, что происходило на заседании дирекции. 70, может даже, ну окей, 70% права, которые предлагал объединенный актив, были связаны именно с ЖК Эвриком. Вот, ну, я сейчас понимаю, что я говорю это патриотики, патриотики на озерах, но вот как-то так. были связаны именно с ЖК Эврика, потому что там есть что улучшать, есть куда двигаться, да. Я бы хотел, честно говоря, чтобы, скажем так, инвесторы Эврики и часть, скажем так, людей, которые пытаются проявлять какую-то инициативу, не всегда здоровую на Эврике, занимали бы тоже конструктивную какую-то позицию в плане рассмотрения графика, в плане правок и так далее. Сейчас я пока такого не вижу. Да, действительно, есть крики о том, что нам не нравится график, предложение каких-либо по улучшению этого графика, честно, толковых, я пока, ну, там, консолидировано от всей Эврики не увидел. Опять же, объединенный актив сейчас дал правки по Эврике, я надеюсь, это приведет к тому, что сроки будут снижены, общие по Эврике. Мы на патриотике. Что-что? Мы на патриотике. Да, я понимаю, что мы на патриотике, просто, ну, здесь, ситуация просто меня обязывает в комплексе говорить о всех ЖК. И об Эврике тоже. этому про патриотику весь вечер объединенный актив весь ваш. Вот. Про патриотику. Мы сейчас поговорим без проблем. О патриотике также были правки, также были точечные правки. Тоже, я думаю, по некоторым домам попытаемся каким-то образом скорректировать. Но в целом по патриотике, в целом по патриотике ситуация плюс-минус останется такой же, как она есть. И мне кажется, на сегодняшний день это... Что-что? Никакой, да? Никакой? Никакой ситуации не будет. Я хочу спросить, я опера почувствовала. Сейчас, вы спросите. Без проблем. По поводу никакой сейчас расскажете. Так. Давайте вот сейчас дадим слово. Прочтение, да? Вы следующая будете. Вы следующая. Вы следующая. Вы следующая. Какая-то гарантия должна быть подписана, какой-то документ, что действительно достраиваться быстрее, что будут искаться какие-то другие финансы. вот какая-то гарантия должна быть, ну, подписана, какой-то документ, что это еще, как бы, не все, ни графики, ни окончательные. Вот в этом плане. Да, услышим. Вопрос. Вопрос правильный. Во-первых, на документе, который будет подписываться, а именно графики, специально сверху написали четыре правила, а сегодня добавится еще пятое правило. Значит, одно из правил звучит следующим образом. Первое. Самым первым путем. Данные графики подлежат пересмотру при условии появления дополнительных источников финансирования. Это главное правило. Искать будет мотив, безусловно. Искать мотивация только увеличится, а не ухудшится. Вот. Сегодня на дирекции проговаривали следующим образом, что, вероятно, возьмем эти графики после того, как они будут подписаны. Я надеюсь, будут подписаны. Надеюсь, никем не будет заблокирован этот процесс. Разошлем всем сторонам меморандума с оговоркой о том, что эти графики могут быть улучшены путем государственного финансирования. На брифинге речь шла о горизонте пять лет достройки всех ЖК. На сегодняшний день у нас появились десять лет. Да, будет сокращено немного, но моему это шумаемо. Поэтому на сегодняшний день есть куда улучшать и у государства продолжим просить этого же. Поверьте мне, что сейчас вот поочередно каждые две недели дирекция отправляется обращение по всем структурам, на другую неделю отправляется общественная организация. Мы сейчас этих писем отправляем ну просто массу, просто массу, да? Все митинги сейчас направлены, если вы видели, если вы следили за ситуацией, все митинги направлены как раз на то, чтобы найти дополнительные средства и ускорить эти графики. Исключительно по этому поводу были все последние митинги. Исключительно. Поэтому эту надежду мы точно не оставляем. Я не зря сразу сказал, что эти графики это база, база, которая позволит разморозить строительство. Главное позволит разморозить финансирование на ЖК. Потому что толку от того, что мы будем сидеть, надеяться на возврат денег от поливоды, на поступление средств государства до их реального поступления. Мы можем сидеть полгода, деньги будут аккумулироваться, да? Саккумулируется, например, там на два ЖК 200-300 миллионов. Кому от этого лучше будет? Эти 200-300 миллионов уже можно потратить в этом периоде. Это же правильно? Да. Это правильно. Молчина как-то сказала, что Кушмир уже просит год этот кредит. И вот только сейчас где-то было написано, что что-то у него уже получается, что он должен получить. Ну, это действительно, если это будет год или больше, а стройка будет стоять. А что мы, какие мы, такое с нашей стороны давление? Вы планируете еще митинги или пока нет? Я не знаю, вы следили за ситуацией или нет? Слежу, конечно. Дай бог. Дай бог, конечно, если вы следите. Дай бог. Спасибо за это. Значит, митинги мы сейчас проводим регулярно раз в месяц. Если вы видите, раз в месяц проводим митинги. Мега-митинги. чтобы собираться массово и требовать государственных помощи. Как я уже сказал, постоянно, в письменном порядке тоже этого требуют. Ну, читают они. Митинги. Дайте я отвечу, пожалуйста. Спасибо. Как вы видели, последний митинг мы полностью перекрыли улицу Грушевского перед Кабмином, полностью перекрывали улицу Институтскую, стояли под офисом президента и так далее. Не заметить это, ну, как бы, невозможно. Правильно? На сегодняшний день решения государства к этому вопросу нету. То, что вы говорите, что, возможно, Киевгородстрой сейчас получает финансирование на Укрбуд, у меня такой информации нету. Была информация о том, что они рассчитывают получить. И мы рассчитываем получить. И мы рассчитываем. У них речь идет, там, где-то тоже, там, двух миллиардов, да, у нас больше. У нас около трех миллиардов. Но проблема в том, что у них это безвозвратное государственное финансирование. То есть государство должно просто взять и отдать эти деньги. Отдавать их обратно нечего. А у нас есть чего обратно отдавать. Земля, которая будет генерировать прибыль, да, мы готовы ее отдавать там на протяжении, столица группы готова отдавать на протяжении десяти лет, дирекция точнее. Вот. Но государство можем гарантировать, что оно будет отдаваться. Поэтому, еще раз говорю, эти графики это базовый сценарий. Дальше, точно так же, еще с большим, я полагаю, рвением продолжим требовать государственного финансирования, продолжим ускорять эти графики, потому что, ну, естественно, например, по Эврике, когда людям сказали десять лет достройки, это повергло всех в некий пессимизм. Да, по патриотике у нас пять лет, и то это будет, вероятно, быстрее, потому что на пятый год остаются остатки и скорее всего дома там в первом квартале 26-го года будут сдаваться. Есть куда улучшаться, если будет, допустим, немного уплотнения патриотики, это дополнительно еще прибыль, а этой прибыли для патриотики вполне хватает, чтобы на год сдвигать тот же там 33-й, 34-й, 19-й, 32-й дом. Да, то есть по патриотике ситуация неплохая, и я надеюсь, что она будет еще лучше, чем графика. Вот. Все равно даже по патриотике будем пытаться их как-то ускорять, не говоря уже об Эврике. Давайте женщина хотела задать вопрос. Не нервничайте, пожалуйста. И так жизнь, она такая бурхлива, нервовая. Правда не сказать нервничать, правда. Задавайте вопрос. Я отвечаю на вопрос просто 15 минут до 18 лета. С какого вы по мне? Здравствуйте. А вы с какого? 2% за мнение. 20-го. Я с 19-го. Здравствуйте. Я наш инвестор. Меня зовут Юля. Скажите, пожалуйста, еще раз, если можно, я пришла позже, представьтесь, пожалуйста, кто вы и что вы, кто именно вы, о чем вы говорите, что вот это вот, что такое, вот это вот, что вы дали. я с 19-го дома и самые позитивные и самые негативные перспективы очень кратко, пожалуйста, если можно, ложится в минут 7, потому что у меня ребенок, я сейчас отсюда уйду, он вот 10. Можно вы уйти? Очень долго, я не буду, пожалуйста. Я очень рад, что я вам чем-то обязан. Я очень рад. Я не знаю, что вам не обязана, но вы здесь стоите с микрофоном в центре, отвечаете на вопросы. Я говорю, я вам обязан. Я говорю, я очень рад, что я вам обязан. Сейчас, ну, можно тише, пожалуйста, ребята. Вы не очень не обязаны, я вам ничего не обязана. Я вложилась очень много денег в свой дом, в которого нет и вам. Я поэтому спросила, кто вы и что вы. Я сейчас представлю. Первое, что вы для того. Можно отвечать? Почему мы здесь и по 19-му дому в Казацком Портете самые позитивные и самые негативные. Разрешите, да, отвечаю? Да, разрешаю, конечно. Спасибо. И жду. Очень рад, пожалуйста. Спасибо. Я поэтому и говорю, что я рад, что я чем-то обязан, что вы меня ограничиваете во времени. Ну, спасибо, что дали мне 7 минут на то, чтобы я что-то сказал. Представляю. Меня зовут... Ну, спасибо. Меня зовут Щербакой Виталий. Я представитель объединенного актива. это где-то 50 человек, которые уже год занимаются нашей проблемой. После того, как банк... Я вложусь во время, не переживайте. Правда. Просто, чтобы вы полностью понимали. Так вот, это те 50 человек, которые год уже занимаются нашей проблемой. Я один из них. Горд, что вхожу туда. я точно так же... Не, ну, попросила женщину, давайте уважать всех. Давайте, извините, давайте уважать всех. Я... Так, пожалуйста, давайте сделаем тишину сначала. Это проходили уже на Еврике. Делаем сначала тишину. Делаем... Уважайте друг друга. Не уважайте меня, уважайте друг друга хотя бы. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Я вхожу в дирекцию, так, по достройке наших ЖК. Меморандумом, который был подписан 7 апреля этого года, предусмотрено создание дирекции по добудови ЖК Патриотика Тажикаева. Дирекция формируется с инвестора, с компанией Столица Группы, с нашего нового управителя Гранд Капитал, с генподрядчика группы Фундамент строительной и в дирекцию на сегодняшний день входят точно так же представители КМД, Киевской городской государственной администрации. Вот я являюсь членом этой дирекции по совместительству главой дирекции. Поэтому, надеюсь, я представиться. Почему мы здесь собрались? Для меня это очень странный вопрос. Если вы сегодня здесь присутствуете. Я взяла все четыре вопроса. Можно дальше отвечать? Да, да. Вот это что? И что с нашим домом? Позитивно. Что вот это, я тоже сказал, вы, по-моему, присутствовали с самого начала. Это будущий офис продаж патриотики на озера. Может, кто-то в онлайне не знает. Давайте всех уважать, я вас прошу. Правда. Пожалуйста, давайте без нервов. Время у нас есть. Сегодня пятница, все свободны уже, я думаю. Давайте так. это будущий офис... Я вас прошу. Пожалуйста, не конфликтуйте между собой. Не это самое. Значит, это будущий... Женщина, ну послушайте, пожалуйста. Вы же спросили, я отвечаю. Это будущий офис продаж ЖК. Он будет называться, вероятно, не патриотиком на озерах. Ну вот. Это будущий его офис продаж. Вот на той земле, которая будет генерировать прибыль для достройки, в том числе и 19-го дома, инвесторам которого вы являетесь. Нет, не только. В том числе 19-го. Извините, но правда. В том числе. Да, я мог бы, но не хочу говорить неправду. Поэтому четвертый вопрос у вас был какой? Самые позитивные и самые негативные результаты для 19-го дома вообще. Вот самые негативные, в принципе, выложенные, реалистично негативные выложены здесь. Я хочу услышать, я все читаю. Ребята, вы можете все в том числе. пожалуйста, вы можете выложить. Вы с людьми хотите пообщаться, да? Я, в принципе, ответил на ваши вопросы. Хорошо. Кто следующий? Можно следующий вопрос? Виталий. Или кто? У кого микрофон? можно следующий вопрос? Давайте, да. Сейчас. Следующий вопрос. Давайте. Сейчас, давайте. Я вас прошу. Я вас прошу. Я же вроде ответил на ваш вопрос. Давайте успокоимся. Спасибо. у меня одно соглашение. Какие съехи мы должны будем подписывать? сказать, что вот финансы они не привлекают с этого года по словам. Смотрите, о 35-м годе можно забыть вообще. Я не знаю, откуда была пущена эта цифра. И во 2-м. И во 2-м годе можно забыть. Графа 32-й год касается по всем домам исключительно возмещения денег за отделку. Дома, где была отделка, инвесторам после завершения строительства всех ЖК будут возвращать деньги. В 32-м году не будут финансироваться уже никакие дома. Они все будут завершены. Поэтому как-то так. Какие у нас будут указаны сроки? Нет. У вас будут указаны конкретно по вашему дому. То есть какой у вас дом по патриотике? Какой? Понятно. 19-й год. Вот у вас будет указано если завершение финансирования 24-й год там первый квартал уже там кварталов будет указано. Значит первый квартал там 24-го года будет указано. А те материалы которые уже лежат вот на площадках они будут ликвидированы или как по каким-то образом? По ним по всем проведена ну значит учет этих материалов. большинство материалов которые есть на строй площадки которая там сыпучая или которая влажные смеси они непригодны для использования. Поэтому они будут утилизированы. Большинство. Но есть такие которые естественно могут быть использованы в строительстве которые там нормально могут продолжать использовать. А нельзя материалы продать эти? Те которые непригодны? А кто же может быть можно чухать разное что может быть значит там далеко ждать еще еще раз пожалуйста давайте сосредоточиться значит мы из Синевира о котором только что мы говорили мы инициативная группа мы инициативная группа значит графики графика у нас претензии нет мы давлены значит у нас единственное единственное на чем у нас вопрос значит даже может быть вот о дискуссиях которые у нас сейчас идет в чате дома потому что когда мы были вы и был Соколовский тогда мы говорили с вами о том что мы хотим создать кооператив и дофинансировать и дофинансировать то есть мы же с вами говорили что надо какие-то средства искать но вот мы ищем мы ищем их государственную тормозу и когда там шла речь о том что будет и будет дофинансироваться даже если это будет копиратив сейчас у нас в чате дома разгоняется информация что вот эти 15 миллионов которые идут в сайте о которых идет речь что они нам не попадут потому что мы решили с кооператив это что правда нет если это не правда то можно одним словом нет это не правда смотрите я я более развернутый ответ по кооперативу уж извините позволю себе чуть эмоций так случилось что последние два месяца как раз синевир почему-то отличился люблю этот дом очень красивый хороший дом замечательные люди там вот но есть и люди которые решили всех покошмарить последние два месяца решили кошмарить всех вся вокруг и представители объединенного актива в этом доме и дирекцию и столицу групп и так далее созданием кооператива именно по инициативе таких домов дирекция пошла на тот штаб то выработала правила для кооператива они были утверждены они были предложены собственно говоря всем домам насколько я знаю сейчас инициатива создания кооператива в 23 доме пока что прекращена этот дом нет возможно я не прав хорошо просто если я понимаете когда говорят вот так вот говорят что нет все никакого дополнительного ничего никакой помощи будете выливать все сами понимаете у людей у многих опускаются руки в этой ситуации смотрите те кто решил я вам объясняю можно минуту я вам объясняю я сейчас закончу те кто решил грязным путем поманипулировать на теме того что дирекция что-то будет блокировать что-то кому-то будет прекращать и этим путем решил агитировать за кооператив это неправильно это неправильно поэтому я вам отвечаю то что заложено в график оно безусловно если вы создаете кооператив это предусмотрено правилами сделали работы например там на 15 миллионов если вы сделали тогда нет эти средства на эти работы запроектированные не будут поступать потому что вы их уже сделали вы их уже сделали будут 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 то есть создание создание кооператива не выбивает вас из графика не выбивает вы безусловно останетесь в этих графиках и созданием кооператива вы можете ускорить сдачу но удлинить сдачу дома не можете это точно вот это я вам точно говорю поэтому хотите создавать кооператив на фасад ну потому что вы начали делать следующий фронт работ который будет запланирован по этому почему не дадите так следующий подвал будет запланирован значит он будет финансироваться это же достаточно понятной конечно смотрите не из тех денег которые запланированы на фасад не из а из тех которые запланированы на подвал нельзя за подвал сделать фасад и наоборот смотрите вот фасад будет стоить 20 миллионов вот вы даете 15 и 5 мы скидываем почему мы так не можем почему так не работает потому что он стоит открытый уже вот он вармин смотрите это панельный там у нее соединение можете мне не рассказывать можете мне не рассказывать потому что я был он больше времени стоит услышьте меня пожалуйста убеждать меня не надо вы можете смотрите как вас зовут как вас зовут ну скажите как вас зовут Неля я вам буду отвечать вы можете сейчас не рассказывать не рассказывать убеждать заберите у 34 дома дайте на наш профинансируйте а давайте мы сложимся а давайте шахер махера давайте с вами сядем на ушко пошепчемся и сделаем вот так они вот так я вам объясняю я шлем дирекции это коллегиальный орган который решение принимает коллегиально не я лично дирекция собралась один два три раза собралась с вами справа с 19 домом собралась на реке спятых шестым домом вообще после этого было заседание деревьев на которой были выработаны правила потом все дирекции их утвердили эти правила для всех едины для всех тридцати девяти домов захочет завтра создать кооператив тридцать четвертый дом патриотики я вас прекрасно услышал я вас за два последних еще раз торгу на 3 хорошо хотите я вам объясню почему хотите объясню почему потому что если вы хотите сделать фасад хотите сделать фасад то нужно быть на сто процентов уверенным что вы его сделаете согласно технологии и завершите начать если допустим давайте в диалоге если хотите поговорить я вас послушаем все остальные тоже послушаем наверное не для снивера чисто пришли пообщаться и не про копиратив синивера так вот объясню значит по поводу фасада конкретно вам тогда на встрече было тоже сказано тем же соколовство хотите сделать фасад пожалуйста делаем следующим образом собирается деньги на фасад полную сумму блокированный счет идем подрядчику застройщик подрядчик застройщик подписывать договор с подрядчиком совместно с кооперативом по которому кооператив финансируют эти работы застройщик заказывает эти работы подрядчик выполняет полная сумма заблокирована на счете 20 миллионов значит оператив собирает 20 миллионов сумма блокируется после выполнения работ застройщик проверяет качество оператив тоже имеет возможность проверить качество сделано нормально кооперативки писывать эти деньги на подрядчик таким вариантом что вы собираете 5 миллионов а потом дирекции я дирекции я будет подвязана под то что вы уже собрали 5 миллионов начали делать фасад и дирекция обязана в случае возникновения рисков по ситуации например например да дайте мне завершить дайте мне завершить я подошел ключевым дайте мне завершить например в этом периоде выскакивать какой-то рис и эти 15 миллионов ну например с озер поступает 12 они 15 может 20 поступит может 30 но может и 12 так вот допустим садик продается просрочки создавались возможно всякое возможно всякое возможно продается таким образом поступает 12 дирекция уже будет подвязана под то что вы начали делать фасад и дирекция кровь износа должна будет найти 15 миллионов так не будет то есть логика создания кооператива в следующем что вы можете брать ответственность полностью за ситуацию на свой дом пожалуйста вам никто не запрещает вам создают все условия вам помогут с технической рабочей документацией вам помогут сопровождать переговоры с подрядчиками сделать самую приемлемую сумму сделать тендер и так далее но но разделить с вами ответственность за авантюру плане ускорения достройки дома кооперативом никто не будет вот и все это ваше право смотрите с проблем без проблем у нас много у нас много желающих войск и пить и войск и пить а вот пройти кто с микрофоном тут и спрашивает добрый вечер меня интересует судьба 33-34 дома будет ли консервация потому что мы в самом вечернем состоянии не в самом поэтому давайте будем честны будет ли консервация если сейчас сейчас по 33 дому провели экспертизу неиска если экспертиза неиска покажет что консервация необходима она будет сто процентов на нее будет выделен средства я знаю что в 21 год там не заложены средства на это я видел давно все что будет если сегодня тоже обсуждали этот вопрос конкретно по этим двум домам если будет такая ситуация что не скажет нужно провести эти эти работы сегодня обсудили они будут средства эти выделены до разрезе этого вопроса кстати хотел еще сказать что будет общий график будет график на горизонт двух лет более ну то есть это макро показатели будет микро показатели на горизонт двух лентах там как раз будет предусмотрены и подобные вопросы я бы хотела почему десять процентов всего выделяется это крайне очень маленький процент вы можете посадить и выделялось на пусте минимум 20 процентов смотрите маржинальность рынка строительства 20 процентов всего маржинальность мы можем улыбаться можем ну это то что смотрите я более доверяю словам ушки рано и руководителя столицы чем разговоров чайки и сайта дмитрия влеча маржинальность на сегодняшний день рынка строительства 20 максимум 25 процентов максимум это скорее 20 процентов стоимость земли которая была там заложена это 10 процентов это честная сделка на которую мы все пошли подписывая меморандум меморандумом предусмотрен вот вы правильно там говорить о плане увеличения меморандума предусмотрено что до завершения строительства эврики и патриотики вся прибыль будет реинвестироваться патриотику на озерах патриотику это значит что будет увеличен возможно увеличение процента распределения средств 10 до более высоких это значит что до окончания строительства там эврики патриотики столица групп прибыль не будет получать все будет направлять на нашу достройку и строительство там поэтому мы сейчас Сейчас в диалоге, сегодня это было одно из предложений, рассмотреть вариант увеличения суммы на патриотику Эврику с 10% чуть больше в периоде, то как предусмотрено меморангло. Но это их, скажем так, добрая воля пойти на этот шаг или не пойти. Поэтому 10% это то, что за нами закреплено однозначно. Все остальное это то, что в диалоге сейчас будем пытаться с столицей групп разговаривать. У нас просто, чтобы посмотреть, все что вы видите, красные цифры под патриотикой, у нас профицит возникает только первый и второй год. А дальше идет дефицит средств, которые будут покрываться за счет авансирования столицы групп. Ну вот там идет 10, 28 миллионов, 68 миллионов, потом идет профицит 75, потому что уже завершается строительство, собственно говоря, патриотики. Но последние 4 года, грубо говоря, 4 активных года достройки патриотики, они постоянно просто авансируют сюда средства. Свои средства дают на достройку патриотики, а значит это увеличение суммы с 10% на более 80%. То есть это то, что хотела я от вас услышать. Да, 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 то есть как-то так. Но я просто хочу, чтобы я был правильно услышан, заставить сейчас изменить условия мурандума и прописать. Не надо заставлять. Да, все. Если есть возможность, сделайте это, если вы увидите, что есть такая возможность, увеличьте этот процесс. Да, то есть это за счет авансирования, это за счет авансирования может быть, увеличиваться этот процесс. Спасибо. Так, спасибо вам. Здравствуйте, Дмитрий, 23 дом, патриотик. У меня два маленьких вопроса, коротеньких. Первый, когда начнется стройка все-таки? И второй, кто отвечает за эти графики? Они действительно графики или просто очередные такие графики, которые мы еще услышим через полгода другие или увидим? У меня все. Начну со второго вопроса. Надеюсь, что увидим. Да, потому что согласно первому пункту графика предусмотрено, что они могут быть улучшены. Поэтому надеюсь, что все-таки через полгода мы увидим новые графики. Государство нам даст финансирование. Графики будут пересмотрены в сторону снижения. Но, если отвечать серьезно, то нет. Это окончательная графика, которая предлагается в подписании. Согласно меморандуму. У нас есть сейчас обязательство подписать их или отказаться. Подписание тогда меморандум по сути расторгается. Это последнее и первое, скажем так, такая серьезная редакция графиков, которая сейчас представлена. Второй вопрос. Когда начнется строительство? Если в этом году, если в этом месяце, я надеюсь, будет подписана вот эту редакцию графиков или измененную, куда будут внесены правки, тогда строительство будет уже в этом году. То есть у нас уже финансирование есть на этот год. Если посмотреть практически на все дома патриотики, на два дома это больше средств. На четыре дома. 16-й дом, 23-й дом, 26-й дом и 27-й дом. У нас больше суммы на все остальные по 5 миллионов. Кроме 33-го и 34-го, там будут необходимые первоочередные работы по так званой консервации. Поэтому уже в этом году, безусловно. Самым большим толчком по финансированию будут садики, 100%. Я вас уверяю, что сейчас по садикам уже вышли на финишную прямую. Вышли на финишную прямую. По патриотике документальных проблем практически как бы нету. По эвике, в принципе, тоже нету. Там более сложная просто процедура. Но по патриотике проблем с продажей садика не должно быть. Сейчас проводим окончательные переговоры с потенциальным покупателем садиков. Надеемся, что в этом году средства уже поступят. Просто у нас там обязательства по согласию с покупателем потенциальным достроить садик до того, как передать... Не до того состояния, как передается город, например, укомплектовать его. Но достроить значит ввести в эксплуатацию. Значит, укомплектовать МТП и так далее. Это значит потратить еще определенные средства. Но при этом всем это, безусловно, произойдет, я думаю, в этом году. И как только поступят эти деньги, сразу же они будут направлены на строительство, а сюда потратить. Спасибо за ответ. Но просто хотелось бы, на самом деле, уже действия какие-то, с разговора перейти на действия. Потому что мы все время ожидаем... Вот почему эти все мысли по поводу кооператива? Потому что нету действий. Люди уже устали ожидать. И не понимают, когда это все закончится. То есть, чтобы просто было общее понимание, что кооператива это не зло. Это просто вынужденная мера. Так как нету других решений. Все здесь, скажем, никто не собирается друг другу мешать. Только, скажем... Я полностью согласен, честно. Полностью согласен, что хочется уже как можно быстрее перейти к действиям. Правда. Мне ужасно хочется. Знаете, проводя там вот 50 человек, и вы, Дмитрий, были в обмене, проводя вот там круглые сутки в этой проблеме, варясь в этой проблеме, ну, всем из этих 50 и всем 11 тысячам, я уверен, хочется реально уже какого-то начала, какого-то старта. Именно поэтому я и говорю, что подписание этих графиков, оно разморозит возможность стартовать. Да? Вот. Сто процентов. По поводу кооператива. Правда. Я не воспринимаю как звук. Тогда сказал только, что авантюра, но это в хорошем смысле слова. В хорошем смысле слова авантюра. Если люди согласны там взять ответственность за ситуацию или за кусок ситуации на себя, это неплохо. Мы согласовали правила, если эти правила там приемлю от кооператива, слава богу, да, то есть, ну, никто не против, честно. Дирекция будет приветствовать, если кто-то создаст кооператив, будем сотрудничать абсолютно. Нет проблем. Но по правилам, чтобы они были едины для всех. А стартовать я тоже очень хочу, чтобы были быстрее утверждены графики, графики приемлемые для всех, да. Вот. Я надеюсь, что по Эврике сейчас удастся достигнуть более, скажем так, обоснованных ситуаций графиков. Эврика придет к единому согласию, и все три представителя от инвесторов подпишут графики, и это разморозит, безусловно, строительство, амония. Спасибо за соглашение по... Ну, у нас на самом деле, по фотографии. Да, да, да. Если вы доверители полгода, если вы инвестировали через застройщика, все равно будет подписано допсоглашение за застройщиком. И по патриотике, кстати, тоже. У кого договор с застройщиком, с Будэволюцией? Я не знаю, есть среди нас тут такие сейчас или нет? Нету, но если смотрят трансляцию, вам тоже Будэволюция пришлёт уведомление, будет подписано допсоглашение. Здравствуйте, меня Наталья зовут, 22-й дом, Лыжница. Подскажите, пожалуйста, какая сумма в этом году будет потрачена на патриотику с патриотики на озёрах? Потому что я вижу 76 миллионов на всех, а садик стоит 121. То есть там с патриотики на озёрах ноль, и с садика минус. То есть на нас ничего не собираются, в общем-то, в этом году тратить с патриотики на озёрах, да? Ещё полгода, а там ничего не заложено с патриотики на озёрах. Ну вот, отдел продаж, а мы минус. Даже отдел продаж ещё не доделан, тут ни одна квартира не продана. Ну хорошо, отлично. Согласна абсолютно, но цифры. Я по цифрам объясню. Объясню, без проблем. В этом нет проблем. Значит, если график перед вами, откройте, пожалуйста, меня. Смотрите. Я смотрела. Не, откройте, пожалуйста, вы сейчас, ну, вопрос с ним. Первая строка, видите? Да. Вы видите цифру 24-72 в 2021 году? Да. Это то, что сгенерируется от патриотики на озёрах в этом году в целом. Под ней цифра 12-36. Это то, что будет распределено ровно половина на каждой из ЖК. У нас в меграндуме закреплено тревогерное распределение между ЖК, между эврикой и патриотикой. Значит, 12-36 пойдёт на патриотики. 12 миллионов за полгода пойдёт с патриотики на озёрах. Это 12-50 миллионовых городов. Смотрите, насколько я помню, у нас сегодня 16-07, в году 12 месяцев, уже осталось 5 месяцев. Отдел продаж ещё не доделан, стройка только запустилась, и я вроде бы говорил, что продажи начнутся с сентября. Поэтому будет 3 месяца максимум, чтобы продать. Да, со старта продать. 12 миллионов, но один ЖК. Послушайте меня, пожалуйста. До 3 месяца. Мне не хватает эмоций ругаться. Мне тоже не хватает. 12-1 миллион садик и 76 миллионов обновлений. Наталья, Наталья, если вы не понимаете, послушайте меня и поймёте. От того, что вы будете меня перекрикивать, понимание к вам не придёт. Если вы два дня разбирались и сами не разобрались, я вам сейчас помогу разобраться. Без проблем. 12-36 пойдёт на патриотику. Дальше спускаемся ничем. Смотрим. В графе поступления на патриотику мы видим сумму 121 миллион действительно от садика. Но, как я уже сказал, по условиям и по соглашениям с потенциальными покупателями садика, мы должны завершить строительство садика до того, как они заплатят полную сумму. Или мы сейчас договоримся, сначала они платят полную сумму. Или половину платят. Это как договориться. Поэтому здесь заложено следующим образом. От садика поступает часть средств. Посмотрите ниже. Вы посмотрите в таблицу, вам будет проще. То есть это по-простому. Подождите. Этот 121 миллион будет поступать очень долго. Правильно? Это не одноразово. Пожалуйста, посмотрите в таблицу. Пожалуйста, посмотрите в таблицу. Откройте её. Откройте, я вам объясню. Я вам объясняю. Значит, 12 миллионов и 121 миллионов. Вы видите 76,4 то, что будет поступать. Ниже видите цифру 56,96. Чёрную она нарисована. То, что нарисовано чёрным с плюсом, без минуса, это профицит в данном периоде. Это значит, что в этом году саккумулируется профицит в сумме 56,96 миллионов. Перейдут на следующий год. Это значит, что мы не уверены, что вся сумма за садик поступит в этом году. Не уверены. Именно поэтому мы заложили этот риск. Именно поэтому я говорю, что графики скорее реалистично-пессимистичны. Потому что так бы могли заложить весь 121 миллион, и 12 миллионов получилась бы вот сумма, она у вас указана, 133 миллиона в этом году должны на патриотику поступить. Но заложили 76 миллионов, на случай, если вся сумма за садик не поступит. То есть половину на всякий случай. Ну я переспрашиваю, потому что мне непонятно. На всякий случай заложили половину вместо... Обычно вы сэкономите себе половину времени, если дослушаете ответ, а потом уточняющий вопрос зададите. Следующая вот эта сумма, 56,96, она переходит в следующий период. И там вы уже видите, что она тратится полностью. Тратится полностью поступление с озер. Тратится полностью 150 миллионов, которые поступят от 28 дома. Тратится 10 миллионов дебиторской задолженности, это рассрочники, которые будут платить рассрочку. И сверху еще, вот посмотрите, 52 миллиона столица групп авансирует в собственных средствах. То, что со значением не растет. Поэтому эта сумма просто переходит в следующий период. Но если она поступит в этом году, это то, что я говорю, если будут изменения по финансированию, то графики будут улучшены в этом периоде. Вот. Поэтому если вся сумма поступит в этом году, это будет значить, что вся сумма в этом году будет и потрачена. Потому что если мы сейчас заложим всю сумму, то вы потом напишите письмо на дирекцию, что почему вы такие негодяи, заложили всю сумму, спроектировали, что мой дом достроится за год, а сумма не поступила. А вам ответить нечего. Ну что мы вам ответим? Что так мы договорились по садику, что там, условно говоря, заплатили 1 января 2022 года, и вся сумма не поступила сейчас. Вас этот ответ не устроит. Вы скажете, будут подписанные графики. Вы же их подписали. Пожалуйста, выполняйте. Поэтому пускай они скорее будут с каким-то уклоном реалистичности, да, с уклоном того, что может быть чуть хуже, а по факту окажется лучше, чем наоборот. Надеюсь, я ответил на вопрос. Скажите, пожалуйста, решен с подстанцией или не решен? Потому что нам не к чему будет подключаться, когда нас, допустим, даже гастроят. На подстанцию дайте еще какой-то период времени, там будет окончательный ответ совсем скоро. С ДТЭКом и мы, и столица групп, постоянно встречаются. С столица групп очень плотно сейчас над этим работать. По поводу патриотики. Патриотику, включая 33-й и 34-й дом, подстанция 110-10 Аркада не коснется. С ДТЭКом нашли выход, таким образом, присоединить всю патриотику к подстанции Асокарки. Этих мощностей полностью хватит, чтобы перекрыть всю патриотику. Поэтому П-110-10 Аркада будет касаться только строительства нового ЖК и заселения туда людей. Еще один вопрос. Каким образом будут экономлены столицей групп деньги на аренде земли использоваться наши ЖК? То, что они собираются на следующей неделе в КМДА говыставать, 0,01% аренда земли вместо полтора... Вместо трех. Вместо трех, да, еще лучше. Да. Хороший вопрос. На следующую неделю планировали анонсировать это чуть позже, но Объединенный актив объявит, скажем так, акцию возле Киевсовета. Это будет три дня. Я думаю, что мы проведем собрание инвесторов там во время голосования на сессии Киевсовета. Два дня будет земельная комиссия и бюджетная комиссия, а потом на сессию выносят вопрос. Что значит этот вопрос и как он нам будет дальше полицией? Значит, чтобы вы просто понимали, голосование в Киевсовете этого вопроса, это даже не о снижении арендной ставки земли. И скорее не о снижении. Это скорее политический вопрос в целом сейчас взгляда Киевсовета на возможность застройки той земли. И ту активность, которую сейчас проявляет Экопарк в плане того, что приходят там Киевсоветы и кошмарят депутатов, которые продвигают там наш вопрос, он не применяет риторику того, что против там снижения арендной ставки. Нет, он применяет риторику, чтобы заблокировать полностью продление добровой аренды строительства на этой земле. Именно поэтому сейчас инвесторам будет важно сконсолидироваться, потому что без вот этой верхней строчки, без верхней строчки поступления из Патриотики на озерах, мы все можем просто расходиться, разъезжаться и делать вам ловить нечего. Я вам сразу говорю. Что это единственное, что отделяет нас от других пострадавших инвесторов, которые уже 20 лет не могут получить квартиры. Поэтому на следующей неделе точно будем призываться как-то сконсолидироваться и точно Киевсовет должен проголосовать в нашу пользу. Проголосовав за снижение арендной ставки земли, Киевсовет по сути признает законность этих договоров об аренде, признает автомата, и признает то, что они должны выполнять меморандум, а именно содействовать нам в том, чтобы там была беспрепятственная стройка, были поступления на наши ЖК, наши ЖК достраивались. Также в меморандуме, кстати, у нас заложено, что Киевсовет должен снизить эту арендную ставку. Поэтому это тоже прямое условие меморандума. Что дают нам эти деньги? Эти деньги дают нам вот эту красную строчку. То есть при условиях снижения арендной ставки земли мы сможем просить у столицы групп, скажем так, увеличить профицит, дефицит точнее, средств, которые они за свой счет будут авансировать в конкретных периодах. Потому что эти средства они не будут тратить в городской бюджет, платить за аренду земли. Они смогут их сэкономить по сути. И таким образом мы сможем с ними разговаривать о том, чтобы больше средств сейчас могло поступать на строительство наших комплексов. Скажите, пожалуйста, какой срок на 34-й дом стоит? На 34-й дом, мы с вами, соседи, стоит срок 26-й год. 29 миллионов заложено на 26-й год, это значит, наверное, первый квартал 26-й год. Первый квартал 26-й год. Я понимаю, что на 34-й дом это как бы хотелось бы быстрее, правда хотелось бы, и правда есть возможности в дальнейшем ускорять это дело. Но учитывая ситуацию, учитывая, что это исключительно без государственной поддержки, это тоже не самое плохое. Здравствуйте, меня зовут Андрей, ПМУ-9 силаж. Проясните вообще ситуацию по ПМУ. Что должно происходить в дальнейшем? Ну, понятно, что ПМУ это будет основа для строительства и достройки своих астреев. Что предполагается? И следующее, что по размеру доплата за квадратный метр, как это будет происходить? Это будет рассовочка, это будут какие-то договора, что это будет? Отлично, что среди нас есть инвесторы ПМУ. Значит, что будет ожидать в ближайшее время инвесторов ПМУ? В графике не вошла патриотика на озерах, закономерно, но правительство по вашему ЖК сейчас активно ведется за вычетом последних двух недель. Последние две недели очень активно и очень нагло и успешно. Это справительство блокирует два, три, пять идиотов. Извините за эмоции. То есть приходит так званый эко-парк, блокирует проезд техники незаконно абсолютно. и таким образом техника сейчас туда в последнюю неделю-полторы не заезжает. Но я уверен, что эта ситуация сместится. И опять же, я именно поэтому и призываю всех, что на следующей неделе нам крайне необходимо и патриотики, и эврики, чтобы дожать этот вопрос и отстоять этот вопрос, собраться под Киевсоветом и показать ситуацию, что все инвесторы Аркады зависят от вопроса данной земли. Теперь, что касается непосредственно условий для инвесторов патриотики на Азорах. В ближайшие, я думаю, месяц будет инвесторам патриотики на Азорах дана месяц-полтора, наверное, дана цена квадратного метра на патриотики на Азорах. На патриотики на Азорах. Это будет значить, что у инвесторов патриотики на Азорах пошел срок, насколько я помню, по меморандуму месяц, для того, чтобы определиться, какой вариант они выберут. Варианта три. Либо они от своей стоимости квадратного метра на патриотики на Азорах, точнее, от стоимости квартиры, выбирают вариант квартиры на патриотике на Азорах и доплачивают разницу. Потому что там будет более высокий класс живья, все монолитое, это будет комфорт класс плюс, ну, в общем, там будет аргументация, почему доплачивают. Уж точно. Это первый вариант. Цена должна быть, я надеюсь, ближайшая, ну, там, до конца лета должна быть. Соответственно, у вас будет возможность уже определяться. Это раз. Второй вариант. Уже в стадии согласования 28-й дом на патриотике. Он будет располагаться вот по ту сторону патриотики, возле паркинга, недалеко. И у инвесторов патриотики на Азорах по меморандуму есть возможность переехать либо в патриотику, либо в эврику без зарплат. Это второй вариант. Третий вариант. Это обратиться к управителю, вернуть деньги, когда они там начнут появляться, в фонде финансирования строительства. Это, честно говоря, ну такой себе вариант, лучше непонятно, да, когда начнут появляться. Но для кого-то может быть вариант. Возвращаясь к первому варианту и к вопросу по поводу рассрочки и условий, да. Меморандумом мы тогда спасибо инвесторам патриотики на Азорах, они тоже дожимали этот вопрос из актива. Юлия у нас где-то была, где у нас Юлия? Не вижу Юлию. А вот Юлия, да. Спасибо Юлии. Юлия тогда вообще горой стояла за этот вопрос, что давайте лучших условий для инвесторов патриотики на Азорах. Им наживало то, что за этот вопрос воевала Оксана Бронская, которая сейчас в дирекции, да, и все инвесторы патриотики тогда договорились со столицей групп о следующих условиях. Либо это, вот Юлия, это инвестор патриотики на Азорах, она у нас координирует вопросы от актива от патриотики на Азорах. совместно с Оксаной Гронской, которая тоже в актиле и в дирекции. Значит, либо это вопрос, может, кстати, по поводу условий, если у нас остаются на патриотике на Азорах. Добрый вечер. У нас группа в Телеграм всех пяти домов от патриотики на Азорах есть? Есть фото? Всю информацию я туда сбрасываю. Значит, по меморандуму также была информация, можно посмотреть этот документ в нашей группе. Значит, какие у нас условия. В начале августа, середина августа у нас будет полная информация уже для инвесторов патриотики на Азорах. Нам должны дать цену за квадратный метр, который будет патриотики на Азорах. и эта цена должна быть для нас более доступной, чем будет для остальных инвесторов. Значит, и у нас есть три варианта выбора. Либо мы можем забрать свои деньги, которые вложились. по рассрочке что там приходит? Если вы хотите взять рассрочку, у вас отпадает скидка минус 15%, и вы на протяжении строительства своего дома выплачиваете рассрочку. Либо вы доплачиваете 100%, получаете 15% скидки, либо вы переходите в дом патриотики без доплана. Какие там условия по рассрочке процентов? По рассрочке. Не следую. По рассрочке. По рассрочке какая процентная ставка предполагается? По рассрочке процентная ставка или по кредиту? По рассрочке ничего. Нет, вам нужно 9%. Да, добрый день. 35-й дом. Смотрите, есть два вопроса. Первый по поводу 28-го дома как раз только подняли этот вопрос и по поводу переезда туда инвесторов в ПНО. Если я правильно понимаю, инвесторов на ПНО больше 200 человек, если предположить, что половина из них допустим захочет приехать на патриотику в 28-й дом, то соответственно это минус 100 квартир в этом 28-м доме и соответственно как минимум минус 100 миллионов от всех этих цифр, которые написаны в графике. А этого почему-то не учтено. Ну и как бы получится так, что как раз через два года мы получим минус 100 миллионов в этих цифрах и это не очень приятно. И второй момент это, что хотелось бы спросить по поводу уплотнения. Много раз об этом говорили, много раз об этом писали, даже были какие-то картинки, о которых обсуждалось. На каком этапе вообще обсуждение всего этого уплотнения, потому что если там все эти цифры правильные, то буквально два, может быть, три дома на патриотике уплотнения и все дома сдвигаются на год и все инвесторы были бы уже более чем довольны такими графиками, если все сденется буквально на один год. Два вопроса вообще прям язвочек. Правда? Аж приятно будет отличаться. Значит, на все приятные, на эти особые деньги. Значит, сегодня как раз по первому вопросу обсуждали. 28 дом. Если туда переезжают инвесторы по третике на озерах, это генерирует, скажем так, меньший поток средств от этого дома. То есть там у нас 150, 177, 177 миллионов за три года под 500 миллионов должен генерировать. И это заберет. Нет, не заберет. Сегодня договорились, сегодня разговаривали, проговорили дополнительно на этот момент, что будет соединяющие сосуды с патриотикой на озерах. То есть если там освободились квадратные метры, человек переехал на патриотику в 28 дом, значит, на патриотику поступят средства от тех квадратных метров, которые там остались. То есть в сумме патриотика не проиграет 100%. вот таким вот путем тоже важный очень момент был, мы на это обращали внимание, тоже писали в предложениях, правках, это как-то закрепить. Вот сегодня проговорили, договорились, что это как-то закрепим как раз та фраза пятая, о которой я говорил с вот пятой фразой, скорее всего, это будет здесь написано. Это раз, первый вопрос. По поводу уплотнения, приоткрою немного завесу по уплотнению, пока не готов говорить на 100%, но 28 дом точно будет, вот сейчас проходят согласования, тут я практически на 100% могу утверждать, что он будет, и скорее всего будет еще один дом, один, не так, как планировалось, там 5-6 домов, да, плюс на противопротивление. Скорее всего, еще один дом будет. Пока не могу назвать где там расположение, будет, опять же, он будет проходить согласование еще, если его согласуют, он сгенерирует еще дополнительную прибыль по патриотике. Например, 28 дом у нас генерирует, просто чтобы вы понимали, 504 миллиона он генерирует, затраты на его строительство составляют 338, то есть 160 миллионов у нас плюс, если это будет такой же, как 28-й дом, это еще плюс 160 миллионов, что действительно даже чисто за счет одного дома позволяет сдвигать графики минимум на год по патриотике, а когда двигается патриотика в минус, пойдет и Эврика тоже графики в минус. поэтому надеемся, что этот дом согласуют. Специально сейчас взяли скажем так курс на то, что согласовывать там немного домов, но чтобы пройти это согласование и все-таки получить дополнительный дом, получить дополнительную возможность быстрее закрыть строительство патриотики. Как-то так. Надеюсь, в ближайшее время, когда там уже будет первое согласование этого дома, всем тогда сможем обнародовать, что это за дом, где он будет располагаться и его какие-то технические характеристики. Аренда земли под патриотик. Это я хотел даже без вопроса честно рассказать сейчас. Да, аренда земли под патриотик премьера. Сегодня честно не успел прочитать общий чат, но говорили, что там много было сегодня вопросов по этому поводу, поэтому сейчас хочу поднять эту тему. Кто смотрит трансляцию для инвесторов в Америке для всех, потому что вопрос касается 100% нас всех, именно патриотика на озерах будет генерировать прибыль по... А, вы по патриотике спрашиваете? Хорошо, окей, по патриотике на озерах и длина расскажу. По патриотике проблема с землей, с половиной, с половиной участка на 20 гектар, главная проблема заключалась в том, что мы, грубо говоря, не контролировали арендатора земельных участков компанией на этой местной. На сегодняшний день проблема, принципе, решена. там на самом деле были там колоссальные, честно говоря, усилия по поводу как это все сделать в столице групп. Это там особо не афишируется и не афишировалось, но это сложная история, она сейчас делается, я уверен, что это будет сделано. Вот, поэтому по патриотике в принципе никаких там сомнений, никаких опасений в том, что землю там не продать, нету. Да, срок аренды закончился вместе с патриотикой на озерах в прошлом году в сентябре, да, но она еще на сегодняшний день действует, потому что арендатор выполняет условия аренды земли, и в принципе, я же говорю, что проблем там дальше не будет, скорее всего, оно сейчас делается, хоть и не просто. Второй вопрос по патриотике. Скажите, пожалуйста, как планируется ввести сети на массиве патриотика, потому что люди, которые проживают более пяти лет, до сих пор не имеют отопления, горячей воды, канализации и обычной воды. Я имею в виду непереданные сети. Непереданные. А, нет, они имеют все эти сети, давайте уточним. Да, они пользуются, да? Да, они каждый сезон стоят вот так, ждут, отдадут им отопление, отдадут им это. Смотрите. Горячей воды не будет. До самого начала согласовывали, в принципе, что горячей воды на патриотике не будет. Я думаю, и дальше ее тоже не будет. Ну, таких прям проблем, что каждый сезон там с отоплением проблемы, да, были. Связано это было с тем, что действительно это была временная схема подключения и требовала постоянной платежеспособности застройщика. А последние годы у нас существование аркады платежеспособность к рамару. То есть, когда транзитом деньги идут через застройщика, застройщик еще должен доплачивать, покрывая разницу, тогда какие-то были проблемы, существовали. Такое было с электричеством у нас, такое было с отоплением у нас, было, согласен. С водоснабжением кстати, не особо проблем я не помню, чтобы на патриотике было. Ну, продолжаем. Мы каждый год пытаемся продлить, вернее, стоим. Вот я три года живу и каждый год у нас как на титрительный сезон, так у нас начинается... Давайте так, с Киевтеплоэнерго только на последнем заседании дирекции проговаривали, что есть проблема и нужно сейчас передавать сети Киевтеплоэнерго. запущен будет запущен. Потому что, чтобы вы понимали, проблемы есть еще даже с молодежным кварталом. С молодежным кварталом есть потребность. С молодежным кварталом. Поэтому эти проблемы они будут сейчас решаться столицей группы дирекции. Безусловно. Будут сейчас решаться, это однозначно. То есть у этого всего появился сейчас... Уже начали решаться. Уже начали решаться. Да. по электричеству так вообще по электричеству вообще я думаю что да по электричеству я думаю вы видите уже ближайшее время принципе результат вот поэтому в этом честно проблем не будет здесь проблем быть не должно поэтому правда это 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 не та проблема вот по поводу аренды по 3 кинозеров давайте раз я уже начал я уже сейчас закончу действительно подняли вопрос аренды по 3 кинозеров действительно дела сейчас судебная находится на рассмотрении судах действительно таким именно образом решили их решать эти дела до решать вопрос продления договоров аренды земли раз она уже в судах на первый участок 90 гектар уже продлена аренда уже решение набрало законной силы потому что есть постановление апелляции а после постановления апелляции она набрать законной силы киевсовет обжаловал в июне этого года решение апелляции в кассационном порядке и касаться открыла производство по делу сразу остановив производство по этому делу поэтому действительно сейчас даже первый участок обжалуется в суде в кассационном порядке но при этом решение набрало законной силы договор продлён до сентября 2035 года это уже внесено в реестр имущественных прав справку вы тех с реестром мы сбрасывали и на сегодняшний день строить там безусловно нужно и сомнений в том что верховный суд станет на сторону арендатора ну как бы нет за доллар будет продлён и точнее уже продлён просто решение операции останется все это безусловно точно также есть уже решение оппозитивно еще по двум участкам по двум из пяти участков были негативное решение к сожалению первой инстанции но они сейчас обжалованы в апелляционном порядке и активно сейчас отстаивает арендатор к таку сервис позицию свою в апелляционном порядке опять же сомнений в принципе в том что решение будут позитивные в нашу сторону нету опять же в связи с этим в связи с этим обращаюсь сейчас ко всем их здесь присутствующим и к инвесторам патриотики еврики которые смотрят там прямой эфир следующая неделя для нас будет решающая в этом вопросе по поводу аренда земли я прошу всех отбросить свои скажем так там замечания к столице групп к объединенному активу в дирекции кому-либо еще и понять что без этой земли достройка наших джеках невозможно поэтому огромная просьба от всего актива включиться на следующей неделе этот процесс активно и те мероприятия которые объявят объединенный актив к проведению поддержать и прийти на эти мероприятия показать что инвесторов аркады много что у нас существует проблема у нас есть подписанный меморандум и его надо выполнять и это земля наш единственный шанс на достройку наших джеков от того как массово поддерживаем это мероприятие напрямую зависит голосование в киевсовете уже многие депутаты могут не разобраться в ситуации проголосовать под куполисте популистическими влияниями определенных лиц да есть такие вот прям сейчас являюсь рассмотрит такой себе депутат левченко передаем ему пламенный привет от 11 тысяч семей инвесторов аркады очень сильно предупреждаем внимание на меморандум который был подписан и на то что эта земля есть гарантия достройки по трёх поэтому не нужно агитировать никого в киевсовете за то что шли против инвесторов аркады не нужно агитировать никого чтобы не продлевали договора аренды не снижали арендную ставку не для того что блокировали на каким-то образом строительство и так далее это лишнее вот абсолютно меморану подписал ряд министерств служба безопасности украина к мда и так поэтому очень важная штука и очень просим на следующей неделе всех сгруппироваться и показать что это важный для нас вопрос без поступлений из патриотики на озерах вот эти графики они построены исключительно на поступление с патриотики на озерах не будет поступлений с патриотики на озерах это будет не 10 там лет до для всех а это будет бесконечность для всех просто она навсегда останется так стоять и все поэтому как-то так скажите часть домов на патриотики продавалась с отделкой внутренней и рассматривался ли вопрос не изучалась тема вот этой внутренней снятию строительстве и перебросить и средства на ум рассматривался вот как раз начинали встречу что отделка нигде производиться не будет ни в каких домах вообще ни на патриотики не на эврике по всем домам будет отказ от отделки инвесторам отдельно донесем это предложим согласиться с этим на при этом согласована позиция что после окончания строительства всех домов будет возвращаться стоимость этой тел то есть сейчас графики построены до 31 года в тридцать втором году у нас поставлена компенсация всем за отделку в тех домах где она должна была то есть это там нормальная на самом деле кстати суммы зависимости от подрядчика сколько он ставил расходы на отделку но инвестором этих домов будут выплачиваться вот эти средства после завершения строительства всех домов всех же к патриотики сейчас отделка на производитель есть еще вопросы вопросов принципе нету одессы спасибо вам большое что вы всем этим занимаетесь все вы отвечаете на эти вопросы спасибо всему активу надеюсь что мы все таки дожмем все все стороны которые участвуют достройки наших домов и в обеда и наша сила спасибо я лично всему активу просто низкий поклон без этих людей точно ничего не было потому что все мероприятия которые вы видите да там все активности вообще все что происходит это благодаря каждый из этих 50 берет он тащит на себе и так далее но я хотел бы еще сказать что если объединенный актив остался один на один с этой проблемой тоже ничего не было вообще 50 человек вообще ничего не способны сами по себе сделать и тем более такой большой проблемой как у нас есть вот я точно знаю что вы постоянно дежурили палаточном городке вот вам за это встречное огромное спасибо правда это тоже огромный большой труд честно вот я тоже горжусь за всех этих людей которые находили в себе силы приходить на митинге приезжать на авто митинге дежурить палаточном городке постоянно поддерживать все флешмобы и так далее именно благодаря вот этому какому-то единению где-то возможно на начальных этапах кто знал где мы окажемся через год наверное никто не знал но все верили в то что сто процентов мы добьемся этой достройки мы дожмем ситуацию сто процентов что так вот 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 как-то так самого начала у нас это было и мнение наших взглядов поэтому я я реально благодарен всем инвесторам за это я очень прошу это не терять на последних этапах очень прошу какие сейчас там графики по своему дому вы не увидели это еще точно не финал точно не финал точно после подписания графиков мы не остановимся но и сейчас не останавливаться пытаемся и как-то ужать эти графики но и после их подписания мы тоже точно не остановимся сто процентов и продолжится в нашей митинге и продолжится дискуссия с государством по поводу выделения средств и такая же уверенность как была раньше по поводу того что все у нас сложится плане достройки наших дамов такая же уверенность сейчас у меня есть внутренняя что у нас получится дожать ускорение этих графиков единственное что важно для себя принять и понять то что если мы сейчас отвергнем эту ситуацию которая есть сломаем все наработки развернемся успять шансы наши что-либо сделать отказавшись от уже проделанного пути и усилий тысяч людей на протяжении года шансы практически нулевые поэтому давайте сохранить то что у нас есть и будем его только улучшать сломать можно и сдаться тоже можно всегда успеть можно я как раз хотела начать с этих слов слов благодарности всему активу и лично виталию за то что он делает и за то что насколько он выдержанный это я поэдрике знаю я пришла сюда потому что вы все мои будущие соседи и я живу здесь в высокорках так случилось что квартиру купила в эврике заплатила и я знаю что и вы летали и еще много из объединенного актива имеют и по одной квартире и в эврике тоже поэтому боль у нас одна общая вот первый вопрос вторая часть земли когда мы будут осваиваться это общий вопрос для всех вторая часть земли до восемьдесят шесть гектар которые идут за 90 гектарами четыре участка следующие и будете вообще однозначно будет смотрите без освоения этой земли достройка эврики-патриотки невозможно потому что первая часть генерирует только половину там около двух миллиардов прибыли а двух миллиардов не хватит чтобы покрыть дефицит но на патриотику хватает на патриотику хватает действительно на половину на третья веки хватает поэтому безусловно сомнений в том что она будет осваиваться у меня есть скажем так надежды подкрепленные определенными мнениями да о том что все-таки возможно каким-то образом ускорение осваивания этой земли я на это очень надеюсь но есть это будет конкретные даты какие-то примерно но еще раз у меня есть надежда на то что это произойдет параллельным путем и это произойдет быстрее это тогда автоматом сбегает вторую часть графика о реке ближе сюда спасибо от кого и от чего это зависит и или столица групп не справляется или город не передает или не дает разрешение от кого зависит это 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 я думаю что в концу года этого текущего может быть первом квартале следующего года все суды по всех этих участков будут завершены я думаю это так и будет окончательное решение на какой-то помощь допустим от депутатов на следующей неделе будет случиться вопрос нам надо сейчас чтобы этот вопрос был принят в нашу пользу дальше у нас будет проблема наложения земельных участков в конце вот там 176 гектар здесь тоже инвесторы будут подключаться и я более чем убежден что будет подключаться даже те которые не зависят от строительства на этой земле сейчас будут рассматривать земельным в общем вопросом в киевраде они касаются только первой части земли или вообще все пока чем только первой да я правильно поняла насколько я помню так потом все надо будет повторять так понятно теперь что касаемо дополнительных домой домов на на патриотики скажите пожалуйста на патриотики дополнительные дома не дают строить владельцы квартиру квартиру же построенных домов или же это столица групп не считает нужным не не смотрите это зависит от следующего вопроса вот возможности согласовать в казке и в городских департаментах новый генплан застройки поделки исключительно от этого зависит новыми домами мы в принципе встречались еще в начале весны если я не ошибаюсь и в принципе пришли к согласию что они не против уплотнения даже большего чем сейчас предусматривается но понимаете тут какая штука если сейчас подать заведомо нереальное уплотнение его отклонят все и мы останемся только с 28 дом это не даст нам дополнительный прибыль по домам значит не даст ускорить патриотику а в какой стадии сейчас вот этот 8 дом финальной стадии остальные но где-то переданы документы где-то на рассмотрение лежат или просто тут еще проектируется еще не ждала с столица групп заинтересована сто процентов мы разговаривали со столицы групп безусловно заинтересована пуша это дополнительная прибыль которая ускорит постройка и по 3 вот дополнительно спасибо дополнительные дома которые уже сейчас будут два дома строится они будут строиться первую очередь но я так думаю да потому что деньги надо что поступали по графикам у нас предусмотрено с 22 года привлечения средств 23 года начала строиться но сегодня тоже обсуждали вот эту казуистику то что сначала привлекать с леса потом строится скорее всего строится возможно еще раньше проблема оба эти дома и второй дом тоже будет поэтому начну строить вероятно там не сначала построить для того чтобы периоде растернуть под договор поставки панели это вместе с приспедниками что ну в связи вот с этим спасибо понятно объяснили спасибо и в связи вот с этим вопросом я могу перейти на эврику скажите пожалуйста вот с подачи людмилы она что же дирекцию входит именно можно ускорить эврику тоже до 5 лет окончательной застройки если начать застраивать первые дома которые еще в песке их начать продавать и застраивать рассматривается ли этот вопрос в дирекции как ускорение и справедливое распределение застройки эврики и патриотики чтобы это тоже как бы как бы сказать и людей успокоило и подписаны были бы графики смотрите на вторую часть перераспределить например не 50 на 50 между патриоткой эврикой невозможно потому что так прописано геморандум и соответственно мы должны придерживаться сейчас этого сценария 50 процентов поступления от идет на патриотик 50 на эврике но на эврике есть еще два с лишним миллиарда гривен не проданы квадратных метров то есть там есть чего продавать и дополнительное поступление опять же еще быстрее это строится патриотика то есть например новый дом если будет все таки запроектирован и добавлен то в минус 170 миллионов на патриотике важно понимать что это автомата минус 170 миллионов на эврике какой-то период потому что если двадцать четвертом на патриотику 170 миллионов то двадцать пятом году эти 170 миллионов уже освободятся их нужно будет тратить и они уйдут на эврике там не продано на эту сумму я правильно понимаю там не продано на большую сумму но просто если взять все продать квадраты затраты на строительство сложить то получится плюс 200 миллионов но без сетей вопрос в сетях а в этих двух домах ну вот которые на козловании они практически все на козловании на козловании двадцать пятый и тридцать седьмой дом они генерируют плюс вот они генерируют но я же говорю за счет стройки и логики размещения их в конце всего же там есть проблема с сетями то есть для того чтобы подвести туда сети нужно потратить деньги на все сети на все сети потому что их можно строить только грубо говоря поочередно это последняя очередь и ее пятую очередь можно ждать только после постройки четвертой очереди сетей по другому невозможно и вот если взять эти там образом например триста миллионов процент сложить получается у нас пятьсот пятьдесят миллионов стоимость всех сетей у нас имеется минус десяти миллионов и мы попадаем на вот эти минус десяти миллионов и как бы что с этим делать ну невозможно невозможно их таким образом раскачать невозможно таким образом привлечь средства невозможно таким образом вытащить это наоборот заводит эврику еще лучше ситуацию вопрос еще следующее что даже с учетом генерирования в абсолюте вот там минуса такого огромного 200-300 миллионов это мы рассчитываем что мы в один момент продаем продаем эти квартиры они в один момент не продадутся для того чтобы продать их подождите на эврике не купят а панело купят конечно потому что эврика она с швейком она стоит три года недостроена у всех на слуху что это артата и для того чтобы продавать так нужно строить патриотика на озерах это новый проект компании столица друг которая одна из сейчас скажем так ключевых игроков на рынке недвижимости полностью чистый парень абсолютно который строится с людьми поэтому это другая символация абсолютно другая и сравнивать их точно не знаю точно не знаю поэтому вы еще один я услышала вопрос конечно он меня не устраивает конечно он не устраивает всех инвесторов эврики я думаю над ним еще это простая математика они генерируют в минусе там 200-300 миллионов сделать с этим ничего нельзя потому что без идей вы дома не сдадите здесь даже не вопрос продать эти квартиры хорошо даже если продадим все равно это минус я же говорю вот эти 200-300 миллионов Следующий напрашивается вопрос вот у многих из объединенного актива я со всем уважением еще раз повторяю соотношусь к объединенному активу но меня удивляет графики в 10 лет объединенный актив имея квартиры на вебрике именно в доме который через 10 лет будет построен всех устраивает именно ну у вас будет квартира там через 10 лет построена потому что мы в одном доме скажите пожалуйста вы рассматриваете вопрос перехода вот у вас будет продаваться патриотика патриотика на взорах 10 процентов вы рассматриваете вопрос перехода на патриотику я не просто так задаю вопрос я бы хотела чтобы вы мне ответили и я бы тогда думала может и не нужно перейти с патрики на патриотику почему бы нет если патриотика на азерах один на один ну как говорится на равных шортах что здесь патриотика на азерах без топла переходит метр на метр если можно я мне очень жаль слышать такие сомнения в моем адресе нет я абсолютно честно он отвечает нет я не собираюсь переходить я не афиширую где у меня квартира вас вы затронули Тему да у меня в 19 доме эврики который живется действительно в 29 году и во втором доме эврики я просто отвечаю нет у меня нет никаких либо преференций по поводу перехода куда лет я буду продолжать создать со всеми людьми этих партий операций и добиваться и ускорения за счет за счет сейчас я закончу поставил интересный вопрос мой адрес я закончу спасибо пускай в адресе была актива я тогда все актива есть мне интересно почему люди настолько спокойные не настолько спокойные последние три ночи половина актива просто не спали просто ну спали 2-3 часа не не я просто вам честно говорю просто честно говорю да я вам скажу что есть вот Анастасия она сегодня я не знаю есть перенет есть есть Анастасия Анастасия а можно вас сюда пожалуйста Виталий да честно сказать я вообще удивляюсь когда вы спите это правда извините герои должны знать в лицо можно ли Анастасия тут у нас есть Анастасия и есть Виталина да да Виталина да так вот Анастасия и Виталина поверьте мне сгенерировали процентов 50 а может и больше может и 70 так вот всех возможных правах по эвике не являясь вообще инвесторами эвики вообще я возможно сейчас сделаю неправильную вещь неправильную вещь но скажу следующее да мы не афишировали эти правки специально афишировали сейчас инвесторам пускай инвесторы увидят уже измененный вариант и уже работу скажем так дирекции объединенного актива мы не из тех кто хочет там рассказывать а как мы там много делаем и все такое вот поэтому не стали афишировать но эти правки были вот анастасия нашла очень много важных правов которые позволят ускорить эвику виталина точно так же нашла и даем ей привет и спасибо спасибо и девочкам и вам да эта работа и не спать по ночам да а делать причем бескорыстно бескорыстно абсолютно в этом я убежден и за это я как бы вообще в голове буду стоять и так оно не действует это правда бескорыстно абсолютно вот именно это позволит сейчас ускорить эвику насколько хотя бы примерно я не могу сейчас сказать я вас обнадежу но не год не два надеюсь это будет год два да это будет год два да это не будет пять лет это не будет пять лет это суровая правда но это так патриотика достраивается за пять лет и это при ее стадии готовности если эвика достроится за восемь лет посмотрите на это в абсолюте это уже неплохо да мы дальше будем продолжать пытаться ускорить будем продолжать будем продолжать но я не волшебник и у вас и у меня ну не надо эмоций правда вот я закончу по этому поводу дали эти правки была встреча на Эвику вы прекрасно помните вы там тоже были два дня назад вы помните эту группу которая приходила нарухала материлась да я все им написала в чатах стыдно было и чем мне тоже стыдно было находиться просто даже рядом с этими людьми знаете чем закончилась сегодня не знаю ни одной правки ни одной правки удивительно ноль ноль просто ноль то есть просто-напросто правка была следующая давайте не будем строить там дома будем строить сети да ну то есть они собрались отдельно как-то там решили и решили это предложить директор не будем строить дома будем строить сети три года ну хорошо Экономически это никак не обоснованно. Я не хочу сейчас загонять ситуацию в конфликт между инвесторами, но это объективно реально. Я поэтому и призываю, если по эвике есть какие-то вопросы и предложения подкорректировать график, пожалуйста, давайте их, будем пытаться вносить эти правки, будем пытаться дальше вносить предложения. На следующей неделе вы уже увидите измененный вариант, да, это регион 5 лет, я вам сразу говорю. Невозможно достроить архив за тот же срок, как и по трех. Но будет шесть, на год больше. Не шесть, невозможно. 4,5 миллиарда, при том, что 2,2 миллиарда только поступает денег в продаже товарных остатков, и их надо продать, их невозможно продать. Невозможно. И еще 2,5 миллиарда дефицита. Вот дефицита, который нужно покрыть, смотрю в киноозерах, который генерирует там 200 миллионов, 300 миллионов в год, по 150 миллионам на эвику, как можно закрыть 150 миллионами в год на эвику? Как можно закрыть, если за образный аграр, 5 лет, это там 750 миллионов, 1 миллиард. Как можно закрыть за 5 лет? Как? Ну если дефицит у нее будет 2-2,5 раза больше. Ну никак, понимаете? Поэтому пытаемся сейчас организировать объекты, мне тоже больно. Больно за 19-й год. Больно. Честно. Там 750 квартир. Если не ошибаться. Или 720. Но на него надо, на него надо. 550 миллионов в год на один дом. 550 миллионов в год. Из них на сети 140 миллионов в год. На всю патриотику надо 1,4 миллиарда или 1,5 миллиарда достроить всю патриотику. Ухлоновские закрыты. А там на один дом. Ну дом-то очень большой. Дом-то очень большой. Я надеюсь, завтра, по-моему, встречусь. Сколько-то будет у нас там. Не знаю. По-моему, да, если она все-таки состоится. А где она будет? Можно? Вроде бы на Элике должна быть. Я, честно говоря, еще там не осведомлюсь. Ну надо бы там присутствовать. У меня сегодня не было еще времени это посмотреть. Я думаю, что я тогда поприсутствую для того, чтобы объяснить тоже соседям ситуацию. Ну, если они захотят слышать. Если не захотят, это и право. Я пытаюсь не, скажем так, не давить там на Элику, не давить на инвесторов в Элике. И до чего они стоят у Каты. Пытаемся не ограничивать все представителя Элики законного, которую выбрала Элика. Не ограничивать. Но при этом все. Я вас уверяю, что объединенный актив ни на секунду не оставит. Элика не на секунду. И весь объединенный актив в составе патриотики и так далее. Вот я вам показал на СССР. Вот с коммуниторитом, да? Да. Они инвесторы-патриотики. Но они эти три дня в Австралии работали над праками для... Большое уважение. Они не ждут там упоминаний, да, как-то. Но они искренне где-то хочется, потому что они тоже поможены будут своей жизни. Им тоже хочется добиться позитивной памяти в том, что и про это. Поэтому пытаемся сейчас появить и как-то это дело уходит. Я вам обещаю, что даже с подписанным графиком в том, где мы все равно точно не остановимся на этом. Все равно точно будут продолжать играться в успонтировании и ускорять достойку. И еще, уже последнее. Еще последнее, да. Если мы завтра увидимся, то мы завтра сможем с вами. Да. Ну, это важно. Что меня, я скажу, как бы уделяет. Я 20 лет работаю председателем. У меня не было ни одного закрытого заседания управления. Почему у нас закрытые заседания. Я другой раз бы хотела, чтобы разобраться, поучаствовать. Послушай. Закрытые заседания. Что в Абрике, что в Патриотике. Что же секреты? Заседаний Абрике и Патриотике отдельно нет. Есть заседания, которые, скажем так, рассматриваются зачастую вопросы, которые касаются коммерческой тайны. И вопросы, которые, ну, точно не хотелось, в общем, они были разглашены. Точно не хотелось бы. Потому что это может повлиять негативно, уже прилететь сразу же нам в ответ к минусам. Поэтому было сразу принято решение, что заседание будет закрыто. Для обеспечения открытости есть представители от инвесторов, которые не пропускают заседания инвестиций. Оксана Абрикская, я или Неваша честная. Поэтому постоянно формируем отчет. Каждый отчет, чтобы вы понимали, согласовывается с дирекцией. Но по участке дирекции, к сожалению, не предусмотрено ни положением, ни дирекцией ни разного. Но как-то посмотреть на правки, их озвучить, может, где-то? Если есть какие-то вопросы или предложения к дирекции, всегда нужно выложить искусственно, всегда нужно выложить вкусно. Вопрос, если он действительно будет об основе, нужно в деловоде придет к согласовству об основе. Будем тогда выносить просто на дирекцию через представителей от инвесторов. Это нормально, да? Если у вас есть какое-то предложение, мы с вами пообщались. Я готов на следующей дирекции поднять этот вопрос, поднять этот вопрос. Это нормально. Мы когда выставили сейчас дарки, мы попросили у всех инвесторов. Дайте свои правки. Много, честно, я вам скажу, много. Мне пришлось. Хорошо. 90% правок это то, что сидел объединенный актив и сам динвировал предложение правок по этим дирекциям. Ну это реально, объединенный актив больше и знает, понимаете? Понимаю, но это ж такое, что, в принципе, известно всем и по своему дому. Так а как можно ознакомиться с этими правками и почему то или иное можно, а то или иное нельзя? Смотрите, тоже обсуждали с объединенным активом по поводу ознакомиться с правками. Решили их сейчас не давать, потому что их там 30 правок. Не все из них, ну я вам честно сейчас, откровенно говорю, да, почему-то. Мы уже всех отпускаем. Да, я сейчас это самое закончу. Почему решили не давать, потому что 30 правок, не все из них будут приняты, безусловно, безусловно. То есть сегодня уже обсуждали, не все из них могут быть приняты по объективной причине. Чтоб потом не было каких-то ложных надежд у инвесторов и каких-то сомнений у инвесторов по поводу того, что она должна была быть принята, а ее не приняли, потому что она не настаивала или еще почему-то. Решили уже показать окончательный результат и те правки, которые были приняты. Потом прокомментировать. И если будут вопросы, почему какие-то не были приняты от инвесторов, например, уже прокомментируем. На следующей неделе, я надеюсь, во вторник уже будет следующая редакция графика. Мы ее сможем опубликовать, все смогут увидеть. Спасибо большое, что вы слушали. Спасибо за внимание, инвесторов. Вам спасибо огромное. И за работу, конечно же, я всегда вас обращаю. Если ни у кого нет вопросов больше, нету или еще есть? Нету. Нету. Все, давайте, да, будем тогда расходиться, потому что насекомые, я не знаю, последние полчаса просто всегда. Я вижу всех. Вам всем спасибо огромное, что сегодня пришли. Спасибо за дружескую атмосферу. Вот я надеюсь, что уже там ближайшие два месяца все-таки мы увидим первое движение на Патриотике. Активное движение. Вот. И надеюсь, что все-таки Патриотику мы за те сроки, которые предусмотрены в графике, а еще быстрее. Сможем достроить, и все станем полноценными соседями. Поэтому правда. Сегодня я очень-очень рад был видеть. Виталий, спасибо тебе, что ты столько работаешь. Спасибо огромное. А так же днем бухгалтера. Пользуясь случаем.